Ну давай, только не кричи в неё, и не буду. И трон. Рекорд. От создателей проблем. К 45-летию лицея Олегу Руссо, при поддержке добрых, как я, людей, и ток-шоу «Сам себе судья» представляет. Фильм, основанный на реальных событиях, сделанный в нереальных условиях, с участием реальных людей. Все совпавшие имена действительно те люди, за которых они себя выдают. Если вы читаете этот текст, значит вы всё-таки умеете читать. И это радует. Ну пока что послушаем. Всё увиденное постарайтесь принять с юмором, так как это делаем мы. Ах да, чуть не забыл. Приятного просмотра. Эх, какой же всё-таки у меня красивый почв. Преподаватель физики, жмаченко, Томара Фёдоровна. Томара Фёдоровна, как Вы встретили 2009 год? В Одессе я встретила 2009 год вместе со всеми родственниками. Моей мамой было 90 лет. Мы праздновали день рождения. Так что Новый год встретили великолепно. Надеемся, что этот год быка, жёлтого быка, пройдёт тоже прекрасно. Мы тоже на это надеемся. Сколько лет Вы преподаёте в нашей школе? Я преподаю в Вашей школе уже 16 лет. Ого. А вообще мой педагогический стаж 49 лет. Я 49 лет работаю. Без перерыва я работаю в школе. 49 лет. А почему Вы стали именно преподавателем физики? Ну, этот вопросик довольно такой смешной. Я не думала, что я буду преподавателем физики. Я вообще хотела быть инженером, химиком. Я очень любила химию и решала прекрасные задачи. А вот физика получилась так, когда я приехала в Кишинёв. У меня специальность математика-физика. Но когда я приехала в Кишинёв, мне дали преподавать физику. И я с тех пор неразрывно связана с физикой. Вот так случайно появилось, что я стала учителем физики. Хотя я физику тоже любила. И последний вопрос, пожалуйста. Что Вы думаете об изучении во время Второй мировой войны немецкими учёными четвёртого измерения, основочной теории Хаупса? Что я думаю? Я думаю, что это теория, которая не всем понятна. Даже не очень понятна нам физика. Это сложная теория, которая требует очень хорошего мыслительного изложения этой теории. Я до конца её сама не понимаю ещё, этой теории, потому что я ею не занимаюсь. Надо заниматься этой теорией, надо читать, надо с этой теорией быть продолжительное время связаны. А поскольку мы учителя очень загружены уроками, подготовками к урокам, проверками, тетради, я не очень внимательно отношусь к этой теории. Поэтому я не могу вам сказать, что это для любого человека понятная теория. Это понятная теория, понятна только тем людям, которые занимаются индивидуально с этой теорией. Вот я о ней так думаю пока. Спасибо большое. Это пожалуйста, Мара Фёдоровна, специально для Олега Луксов. Спасибо большое, я вам приветствую. Преподаватель истории монетчайма Ирина Васильевна. Ирина Васильевна, первый вопрос. Для что нужно молодожь, чтобы стать инферией? Не знаю. Дальше. Здорово. Сколько вы преподаете у вас? Двое. Двое. Большое на стене. Самый смешной случай из ваших планированцев. Знаете, мне кажется, что вот эти вопросы надо заранее, потому что с раундами не всходят. Нет, давайте дальше. Хорошо. Почему вы стали именно преподавательной истории? Жизнь по-любому. Поэтому не хотели. Компавное решение. Ну, я не знаю, нет. Вообще-то были другие планы. Ну, так получилось и получилось. Я не жалю. Следующая цепочка вопросов. Отвечаете да или нет? Ну, прев tiempo. История интересный предмет? Да. Правда ли, что ваш пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дет был лидер функции армонянского? Правда. Уведите любовь в наших учениках будущих правителей Молдова. Правителей? Да. И открыть сферы экономики, в первую очередь последовательных тревиза. Экономики? Да или нет? Отвечайте. Ольга Анатольевна, сколько вы часов проводите за пищевыми на столовом? Да я всю жизнь за пищевыми на столовом и продажу. А за кухоной? А остальное за кухоной. Сколько лет вы преподаете в школе? В школе я преподаю. У меня с лихметикой с тобой плохо, но я преподаю в школе с 95 лет. Сколько? 18 лет. 18 лет? Ужасно. Какой-нибудь смешной случай в школе? Смешного было столько, что у вас не хватило. Ну, вот самый смешной случай, когда я очень торопилась в школу, когда я делала свитер и заданный пилот. Свитер был длинный и внизу были кармашки. Когда я вышла к доске, то кармашки остались там, где они должны быть. Ну, в таком интересном месте эти очень развестили. А почему вы решили стать именно преподавателем литературы? Ничего я не решала. Я не знала, что я буду преподавателем литературы. Я просто училась тому, что очень любила. А потом так сложилось обстоятельство, что я отдавалась в школе. То есть это была уж не самому старательное, а не преподавателем? Да нет, не что. Ну, преподавателем мне интересно было. Я первую часть профессиональной жизни не преподавала. Только это был вуз, это были другие отношения, другая работа совсем. Поэтому, когда я пришла в школу, я пришла ненадолго с уверенностью, что я позамещаю учительницу. Я пришла замещать. Ну, вот так и осталось. Потому что... Ну, ладно. Длинный человек. А сейчас небольшой блец-опрос. И на каждый момент ответ вам блец по 5 секунд. Ну, я не знаю. Ну, ладно. Подберите однокоренные слова. То есть... Галкин. Галкин. Видите отлично. Подберите однокоренное слово из шестибук. Слово утюг. Утюг? Утюжить, нет? Утюжный. Утюжный нельзя. Утюжить, наверное. Разутюженный. Ну, там больше. Я вижу, что у меня с надиматикой очень плохо. С редмитикой тоже. Я не могу считать. Посчитайте количество звуков в слове систематизирующегося. Систематизирующих. Ну, много. Представьте, пожалуйста, меня учится арифметика. Я совсем не... Жанна, выделите корень в слове корень. Корень? Корень. Ну, корень. Ну, понятно. Выделите корень. Не повторяйте мое знание. Выделите. Я выделила корень. Как мне это сказать? Слово корень. Ну, корень. Выделите корень. Это корень. Да, понятно. Так, ну, ты бесконечно. А теперь небольшой... Это была шутка. Ну, это была шутка. Видимо, я не карьерная. Я вот начинаю. Окунемся в области литературы. Окунемся. 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 Что за птица летела ему на встречу? Уверены ли вы в том, что было 25 мая, а не 26-е, и какое время суток было? Вопрос сформулирован некорректно, потому что ты назвала буквальную дату, которых не было в 1915 году. Это было в 1800. Возможно, 15-ом. И то не 15, а 13-ом. Не поймаете вы учителя. Спасибо вам большое. На здоровье. Специально для ледователя математики Макарчук Алифтина Станислава. Алифтина Станислава, с каким вы великим математиком бы вы хотели встретиться? Наверное, с Ренетти Карта. Почему? Потому что жизненный путь у меня такой «Я мыслю, я существую». Это его цитата. Пока человек мыслит, пока работает голова, поэтому он и существует. Наверное, с ним. Сколько лет вы приехали к нам в школе? Ну, по-моему, пять. А вообще, наверное, лет много, 15. А почему вы стали именно преподавателем математики? По совету. То есть это не ваша личная? Нет, почему? Личная всегда, по-моему, каждая девочка хочет быть либо учителем, либо балериной, либо певицей. Я почему-то на начальной школе решила, что я буду учителем. А уже именно математики это выбрал где-то девятый-десятый класс. И пятый вопрос, логический. Пифагоровые штаны, билетовый пиджак, что было бы честного? А какие еще великие математики создавали коллекцию одежды? Ой, хе-хе-хе-хе. Ну, этих знаю точно. Даже не знаю, затрудняюсь. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, спасибо вам большое. Специально для Олега Руссо. Миш, твой язык показывает. Большое спасибо за вопрос, да? Работа юрганского языка, обмышел Мария Георгиевна. Мария Георгиевна, вы знаете, что скоро день встречи выпускников. Кого бы вы хотели больше всего видеть? Мы всегда желаем всех наших выпускников видеть, потому что мы привыкаем, мы по ним скучаем. Но больше всего я бы хотела видеть ребят, конечно, уже не ребят, а взрослых людей с первого моего выпуска, которые уже стали видными людьми, интересными. И дети их уже учатся, уже третье, наверное, поколение у нас в школе. Поэтому больше всего я бы хотела их увидеть, узнать, как дела у них и у детей. Сколько лет вы попадаете у нас в лицее? В лицее в прошлом году у меня в этом лицее исполнилось 30 лет. Значит, сколько выпусков, посчитайте самим, а попробуйте у меня. Не только лицее, не просто раз. А то, если вы интересует сколько всего у меня, педагогического стажа, 46 лет. А самый смешной случай из школьной жизни? Смешной? Ну, а что по этому учению? Я не помню таких вот смешных, интересных, конечно. Вот интересного я могла рассказать много, именно связано со вторым выпуском. Мы очень много путешествовали. Мы провели даже круиз по Черному морю. Были в Киеве, в Москве. То, что сегодня не реализуем. Я реализую его. Нет, еще есть несколько вопросов. А почему вы стали именно учителем урманского языка? Вообще-то, я не думала быть учителем урманского языка. Я много лет работала учителем музыки. Но потом трудно было держать баян. И я хотела всегда быть на первом месте, а с хором и ансамблем я стала не занимать первые места. И я решила оставить эту профессию и перешла, значит, закончила университет и стала учителем урманского языка. И последний вопрос. Сразу призываю. Вопрос шуточный. Отсутствие всякой логики. То есть мы хотим узнать, как учителя умеют выкручиваться в немногих ситуациях. Как вы думаете, если бы имени Неску не написал Меорицу, это бы повлияло на творчество Друцца? Я думаю, что не повлияло бы. Потому что Друцца писатель, драматург. Но я думаю, что Друцца, конечно, знает и балладу Меорица. Это раз, Аннушка. А во-вторых, не имени Неску написал Меорицу, а написал Александрин. Так, вот именно, что вопрос без отсутствия логики. И все, ну, я и путь не могу. Ну, что-то и не могу. Вам было интересно, как учителя выкрутиться? А, значит, я выкрутилась. Конечно. Ну, все. Все? Да, спасибо большое. Специально для Олега Курс. Учитель биологии Антонова Галина Александровна. И как, первый вопрос, как вам сегодняшняя погодка? Погодка замечательная. Я думаю, что в душе погодка в первую очередь. А не на улице. Сколько лет вы преподаете в школе? 22. Самый смешной школьный случай? Много было смешных. Честно говоря, не могу припомнить точно. Я думаю, что самое смешное, это то, что учителя, наверное, тоже, как и дети, иногда радуются, что нет. А почему вы стали именно преподавателем биологии? Именно биология, это совершенно случайно. Я даже вот в школе никогда не могла подумать, что я буду учителем биологии. Я вообще в технику больше как-то. Я в своей жизни очень много перепробовала. Например, я была радиооператором в аэропорту. Да? Работала там, где самолётики взлетают. Потом я поступала, знаете, на факультет конструирования радиоопературы. Но правильно сделали, что меня не взяли. Видимо, да, у девочки там вообще была одна девочка на весь факультет. Наверное, так сложилась судьба. Я решила, наверное, мне всё-таки надо пойти в медицину почему-то. Не знаю. Наверное, в течение жизни так созревают какие-то такие моменты, планы. Всё меняется. А после медицинского училища я, наверное, передумала быть врачом и пошла в педагогический. Ну, в педагогическую. Ну, такая история. Ну, как учитель биологии, один вопрос из курса биологии. Говорят, что миллионы лет назад на нашу планету попала маленькая молекула жизни. С годами она разделилась на две части, которые в наши дни мы называем просто ядерный эукариот и доядерный микропереводный. В целях выживания они приспособились к таким простым вещам, как фотосеты, сгометогенет, с бластоцитовым изучением, ну и, конечно же, к миорам. Что было дальше? А дальше не к человеку. Это самое ценное, что могла создать природа, какого интеллектуала. Поэтому, я считаю, ура, человечество существует. Преподаватель английского языка Демирова Валентина Павловна. Первый вопрос. Какие вы языки знаете, кроме английского? Нет, ну вообще, откровенно говоря, кроме русского, английского, других языков не знают. Сколько лет вы преподаете в школе? Первый сентября этого года, да, 30, это очень интересно. О, ничего себе. И не в этой школе, да? Да. А до этой школы? О, ничего не знаю. Так это не очень важно. А самый смешной случай в школе краски? О, ну это же очень сложно. Самый смешной случай. Первый, который в голову придет. А? Первый, который в голову придет. Любовь, ты знаешь, а самую, если избрать. Я знаю. Ой, вы знаете, я затрудняю. Ну, то есть, как смешной случай случается, посмеешься, а ленин забываешь. Ну, не вспомни, не вспомни. А почему вы стали именно преподавателем английского языка? Ну, потому что, наверное, времена были другие. Чем еще можно было заниматься? Мне нравился язык. А где языком можно заниматься всерьез? То есть, это было ваше желание? Это желание было, да, изучать и заниматься языком. Но можно было работать в интуисте, где языком ты практически не занимаешься. И можно было заниматься научной работой, чего делать, очень скучно для меня. Ну, осталась я при английской школе. Она, впрочем, специализированная английская школа была. И английская здесь хорошо изучалась. Так что... И последний вопрос. Закончите логическую цепочку. Баррак Обама, Советский Союз, Макдональдс, Габлетт. Баррак Обама, Советский Союз, Макдональдс, Габлетт. Логическая цепочка. Пять секунд. Первое слово только гол. Нет, в смысле нет. Никакой логики. Ну ты же скажешь, что это первый животный. Ну все. А какая логика? Спасибо большое. Специально для Олега Руссов. Проходи. Какие люди. А мы тогда прибираемся. А что вы сейчас тут делаете? Что вы тут сухая ворота? Браво. Браво. Вы что вообще обосновались тут-то? Что не видишь? Мы не пробливаем. Чуть-чуть можно. А это что? Это я так понимаю кровати же стоит? Да. Я еще долго тут стоять буду? Что это ты тогда? Вчера телек смотрел, смотрел. Какой-то. Нет, мне ничего, молодик. Влада, Влада. Ну чаечек надо. Чем ты кусок? Куда ты положил кусок? Куда ты там твои кусок? Слушай, ближай. Ты не хочешь вас туда убирать? Это кто? Да ладно, ладно. Да хуй ты не церебляет. Вы подвели. Да ну вас пошли. Нет, они вторую раковину ставить собираются или нет? Нет, ты куда? Не бери, ты собираешься. Убери ты свою газету, задолбал. Девчонки, а вы что вообще делаете? Да не пиши читать. Ну и все злые какие-то. Не мешайте в бюджете. Ты сколько угодно? Как ты пишешь? Ну, а ты вышли, Ванька, ты что, ко сну готовишься, что ли? Ну конечно. А что я могу делать в 12 ночи, в среду? Ходи, как я его сделал. Там чайник только греется, что ты хочешь, ну? Вот, кстати, покажешь нашим учителям, как мы не опаздываем в школу. Ровно в 7 часов мы его вчера попросили, чтобы он дал звонок, и мы встанем. Вот так вот. У нас все более первого уровня. А что, тяжело второй урок не отпускаешь? И зеленую захвати. Душа, не попай себе зеркало. Да-да-да-да-да. Плачу за это. Да-да-да. Молодец. А что, тяжело второй урок не отпускаешь? Все люди, присо мной в душ. Я не знаю, уже два раза просили. Я тут причем и не долго мою дуку. А пас ты ездила? Нет, за кончил. Мыло моют. А че мне посуду мыло вчера подвоем? В душу опять горячей воды нет. А то у тебя чайный туалет. А нет, ты зеленый туалет. Ужасно. Да, конечно. Ты лучше не обижайся. Нам пораспать завтра к первому уроку. Да-да. В общем, все. Давайте. Все. Все. Давай, давай. Давай, давай. Все. Спокойной ночи, пока. Уезжай. Ужасно. 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 О, вот звонок на урок. Я встал. Я встал. Давай, вставай, говорю звонок. Я к третьему уроку иду. Какому третьему уроку первый? Давай. Сейчас придет учитель. Ужасно. Ужасно. Доброе утро, красавица. Ужасно. 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 Давай, буди остальные. Рот от подъем. Рот закрой. Спасибо. Сонная царство. Что опять газ отключили? Взрывай. Взрывай. У нас контроль. Взрывай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В юном месяце апреле Субтитры создавал DimaTorzok And that's the end